Добрый вечер, вы сиритель канала Астана, программа «Статус-кво». И сегодня мы поменяли обстановку, чтобы взять интервью у нашего гостя из России, историка моды Александра Васильева. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами встречаемся после несостоявшегося мастер-класса в Астане. Мне очень жаль, что он не состоялся. И мне. Технические причины. Технические причины? Ну, вы знаете, вы как человек интеллигентный называете это техническими причинами. Я очень надеюсь, что это не мошенничество, что это не афера. Я надеюсь, что женщинам раздадут хотя бы деньги за те билеты, которые они уже потратили. Вы приехали из Алматы, где вы тоже успешно провели мастер-класс. Да, хорошо прошел мастер-класс. Я собрал красивый зал, люди были очень довольны, очень много цветов. То есть вы собрали большую аудиторию в Алматы. Да, да, да. Вам заплатили за... Нет, к сожалению, пока нет. Обещают перевезти летом. Ну, это расплывчиво. Перевезти летом? Да. Александр Александрович, я думаю, что вопрос решится. Я поверю. Да, да. Да, я думаю, вопрос решится. Я надеюсь, что мой польза... Я немножко наивно поступил, потому что я не попросил предоплаты. Вот Эвелина Хромченко, моя коллега, выступая здесь, попросила предоплату. И я понимаю, что, может быть, даже часть моих денег и пошла на уплату ее коронарара. Но этого я знать не могу, это моя догадка. Но, во всяком случае, ей ничего не были должны. А вот мне, к сожалению, не вышло дело. Ну, вы очень благородно поступили. Да, я с женщинами просил. Вы объявили, что мастер-класс не состоится, но вы со всеми сфотографировались. С каждой. С каждой. По два раза. Потому что все обычно то глаза закрылись, то умер, он погривился. Каждой сказали комплимент. Да, он обсудил, поговорил, что мог даже с той женщиной, которая хочет защищать пенсионерок, что ей сказать. Но это странный вопрос. Она идет на телевидение и не знает, что сказать. Значит, не надо идти на телевидение. Ну, на самом деле, женщине, мне кажется, просто было важно ваше внимание. И она тоже пришла, то есть она тоже ждала вас. Ну, и потом там были и важного статуса политические женщины, жены министров, бизнес-леди Казахстана. И я думаю, что, конечно, дело не в том, что со мной обошлись не слишком любезно. Я думаю, что вот эти женщины устроят главный втык, потому что их было все-таки много. Ведь там было, по моим подсчетам, хорошим 150 человек. Если не больше. Да, но в этом роде. Может быть, под 200. Учитывая, что один билет стоил в районе 100-150 долларов, я думаю, что даже если 100 человек пришли на этот мастер-класс, сумма была собрана. Да, сумма была собрана. Для вашего гонорара однозначно. Но я так понимаю, что эти дамы, эти прекрасные дамы, они как раз потребуют все-таки денежки назад. И у них есть другие формы давления. Может быть, не такие, как у меня. Но вы готовы написать сейчас заявление в полицию? Стараюсь. Я все-таки жду, что они образумятся. Знаете, я всегда даю людям шанс. Я им даю возможность образумиться, что-нибудь передать мне, какую-то расписку хотя бы, обещание. Правда? Потому что пока не сделаю ничего. Мне так жалко, потому что все-таки далеко лететь. И, конечно, я не старый человек, но я не могу считать себя супермолодым для того, чтобы ночью спать, лететь в самолете, хоть и в бизнесе. Билеты-то заплатили. Все равно, знаете, эти перелеты, они... Я вас понимаю. Вы знаете, тем не менее, вы прилетели. Я прилетел. И у меня есть возможность... Еще одну презентацию моих двух книг. Это судьбы моды и тюдэ, моде и стиле. То есть я отработал, что называется, по полной программе. Ну, у меня сейчас есть возможность взять у вас интервью. Это приятно. И это эксклюзивно. Это очень приятно. Вы говорите, что вы у нас в третий раз в Астане, да? В Алматы вы бываете гораздо чаще. Вы приезжаете в Казахстан к нам, да, частенько? Да. К вам приходят наши женщины. Мне интересно, чего они хотят от вас? Ну, я думаю, что одобрение... Знаете, все-таки Казахстан, хоть один из главных потребителей люкса. Потому что, вы знаете, по статистике мировой, 27% мировой продукции люкса в сфере моды уходит в Казахстан, Россию и Украину. То есть казахские женщины вместе с россиянками, вместе с украинцами. Мы любим бриллианты, бренды, сумочки. Вы про это? И именно скупают всю эту Шанель, Диор, Лью-Виттон, Праду, Гуччи. А я вам скажу почему. Потому что мы до этого дошли буквально недавно. Вот, во-первых. А во-вторых, потому что все-таки Казахстан немножко находится в стороне от модных путей. Согласитесь, это Средняя Азия, по праву Средняя Азия, вы посредине. То есть ни у берега, ни у моря, ни у океана. Конечно, есть Каспийское море, я понимаю, есть нефть, есть газ. Здесь есть деньги. Это очевидно. Здесь есть стабильность, это тоже очевидно. Здесь есть столица, Астана, которая напоминает мне больше всего Дубай из всех городов. Но с неким реверансом в сторону Москвы. Потому что ваш оперный театр все-таки вольная копия Большого. Вольная копия. Да, да, да. И высотное здание – это вольная копия университета МГУ. И, конечно, ваш мост с конями – это вольная копия Анечкового моста в Петербурге, где кони стоят просто в той же позе, но минус всадники. Но вам нравится эти Астана? Мне нравится, что здесь есть исторические реверансы в городе, где, в принципе, истории много нету, потому что Целиноград был город эпохи, я понимаю, Хрущева. И особенно много здесь ничего не было. И, конечно, женщины очень стараются. Они, думаю, хотят какого-то одобрения. Я думаю, что они хотят какого-то внимания с моей стороны. Поэтому они хотят... Я думаю, что женщины хотят еще советов от вас. Ну, советов я индивидуально не могу давать. Хотя одна одна подошла и сказала, можно я вам заплачу, и вы мне дадите частную консультацию? Я сказала, нет. Что касается женщин, да, и в России, и в Казахстане сейчас в данный момент идет такой этап, можно назвать его «Ярмарка тщеславия». Ну, знаете, мне кажется, что этот этап шел в основном в 2000-е годы. А сейчас он прекратится. Я вам скажу, почему. Потому что в моде стиль «гранж». А «гранж» в переводе из французского означает «сарай» или «гумно». И то, что будет продаваться в этом сезоне, летом, следующей осенью и зимой, это вещи рваные, заведомо рваные, обтрепанные в стиле, который мы называем «абшарпе». Рваные колготки больших домов. Диор, но с дырами. Понимаете? Шанель, но поехавшие. Сломанная обувь, которая уже продается в Чорчин. С пятнами, с дырками, с нитками. То, что ментальности ни казахов, ни россиян не подходит. Александр Александрович, ну если это будет Диор, люксовый, да? То есть если это будут рваные джинсы, ну это будет Диор, Кристиан Диор. Наши женщины, конечно, купят. Ну, так что ждите перемены. И если сейчас ярмарь Вячеславия, то все-таки трудно поверить, чтобы женщина схвалила своей сумкой с дырами. Согласны? Или засаленным тормессом. Вы знаете, я сейчас вспомнила сумку Louis Vuitton в стиле китайских вот этих вот, помните, сумок больших, огромных. То есть я даже видела в Париже на выставке Louis Vuitton, что она вот культовая, да, считается сумка. И были женщины, которые покупали у нас в Казахстане эти сумки. То есть все, что модно, мне кажется, всегда легче продать, да? Но вот смотрите, моды же придумывают в Париже или где, в каком городе? Не только. Вы знаете, ведь сегодня глобализация. Моду придумывают и в Токио, моду придумывают и в Лондоне, моду придумывают и в Милане, и в Нью-Йорке. Я бы сказал, что это более-менее вот пять главных городов моды. Конечно, Париж – это витрина моды. Но сам Париж вовсе не модный город. Потому что люди одеты там бедно. 500 евро для них – огромные деньги. Люди зарабатывают очень средние зарплаты, живут в маленьких квартирах. И никто не модничает ради моды. И поэтому сейчас в Париже так много маленьких комиссионных винтажных магазинов, где молодежь может одеться очень недорого в поношенные вещи. Я думаю, что это еще не случай Астаны. Винтажных нет. Я знаю, многие вещи проходят у вас через Москву. Вот, например, многие бренды имеют для вас как бы штаб-квартиру еще в Москве. Это, наверное, воспоминания об СССР. То есть какая-то есть еще зависимость вот эта, что многие товары якобы идут через Москву. Не знаю, насколько это. Ну, вы знаете, сейчас в Алматы открылся САКС. И это тоже говорит о многом, да? Луи Виттон официально зашел на наш рынок. И я знаю, что даже в Астане, по-моему, они рассматривают. И мне кажется, Алмата... Вот вы сами говорите, да, что мы находимся в центре Азии. И Алмата, возможно, станет меккой модой именно для Центральной Азии. Может быть, для Центральной Азии, но не для мира. Я вам скажу, почему. Ну, для мира мы даже не рассчитываем. А вы знаете, почему? Потому что население все еще не космополитическое. Я знаю, что у вас есть сильная дипломатическая здесь миссия. То есть все дипломаты, бизнесмены. Но они как-то не смешались еще с казахами, правда? И здесь я не вижу такого количества разнообразных иностранцев, которые бы вносили и выносили свои тенденции. Вот почему Париж такая мекка моды? Почему Лондон? Потому что куча иностранцев. И каждый вносит свою строю. И этот космополитизм для моды очень важен. Потому что когда мода садится только на национальный конек, который тоже необходим, это становится недостаточно интересно. Но вы знаете, сейчас в Казахстане стали модными наши отечественные дизайнеры. Да, я слышал, что очень популярен у вас Кровец. Михаил Кровец, да. Я его, к сожалению, не знаю. Но видел его вещи, которые, видимо, симпатичные. Но я вам скажу больше. В Москве безумно популярен уроженец Астаны Кирилл Гасилин. Но он родился еще в Саленограде. И сейчас это самый продаваемый дизайнер в Москве. Он больше всего делает вещей для массового рынка через интернет. Это единственный дизайнер, который создает вещи до 56-го размера. А я почему-то думала, что Ульяна Сергеенко сейчас в трендсете. Нет, смотрите, погодите. Ульяна Сергеенко – жена богатого человека. Каприз – это ее… Но мода – это ее каприз. Она решила стать модельером, я бы сказала, с бухты-барахты. Точно так же, как некоторые женщины решают стать дизайнером интерьеров. Или галеристом, или торговкой антиквариатом. Ведь это сплошь и рядом, правда? Вы это видите, это встречается. Ульяна молодец, она тратит деньги своего супруга. То есть вы считаете, что она не зарабатывает? Я не думаю. Потому что ее платье стоит около 10 тысяч долларов. А много ли их покупают? Я слежу в социальных сетях и за Ульяной Сергеенко, и за Мирославой Думой, и за супругой российского олигарха Лебедева, Еленой Перминовой. И смотрю, что и японский ВОК, и французский, и немецкие журналы. То есть они пишут о нашествии русских в Париж, о русских модницах. Это действительно так, потому что русские всегда в Париже, и в 19 веке, и в начале 20-го. Скупали все. Потому что у русских нету лимита, хватит. Они не могут сказать достаточно. Есть деньги, потратим, купим. Они и есть те самые жертвы моды нового поколения. И я очень рад, что есть такие, которых вы перечислили. То есть, чтобы стать успешным дизайнером, известным, да, и выставлять свою коллекцию в Париже, то есть для этого просто нужно иметь хорошее количество денег? Да, да, но на короткое время. Потому что этим никто долго не увлечется. А главное, ведь были такие случаи раньше. Я могу вам привести несколько таких примеров. Знаете ли вы о марке Ирфе в Париже? Нет, не слышала. Марка Ирфе принадлежала ранее князю Феликсу и Ирине Юсуповым. Она существовала в 20-е годы. Затем они обогротились. И около пяти лет назад жена московского банкира, бывшая белорусская манекенщица Ольга, приобрела эту марку, а именно это имя, и стала вновь воссоздавать. Продает она якобы везде, в том числе в Казахстане, если верит ей, что это безусловный бренд, которым так все офисы они открыли на Фубур Санто-Нуре, самое дорогое место. И я сам видел страницы в ВОГе во французском, и много, где пишут о них. Но все эти люди не имеют ни образования в области моды, они просто любители моды. Поэтому многие вещи они создают своим чутьем на эти. Мне бы такое платье подошло. Давай-ка я это платье, вот я сейчас закажу, вот такие куртки, такие пальто. То есть это все получается короткосрочно? Мне кажется. Я могу ошибаться. Я же историк моды, правда, я же не ясновидящий. Мне кажется, что это временно. Временно. Потом, кто из вас не помнит еще один подобный бренд, который назывался Кира Пластинина? Недавно я брала у нее интервью. Кира Пластинина была малолетней дочкой богатого бизнесмена, который, я понимаю, тоже был миллионер. Да, и они недавно приезжали вместе с отцом. Согласна. Да, она начинала свой бизнес, когда ей было 14 лет. Но она его не начинала. Папа купил проект под ее имя и назначил других дизайнеров. Да, потому что она сама не рисовала. Она просто приходила, надели приятно. 14-летняя девчонка. Почему нет? Прекрасно. Поэтому я считаю, что не все в моде продается и покупается. И я лично слабо верю в долгосрочность этих проектов. И я уверен, что все вышепричисленные девушки будут гиперпопулярны в это десятилетие. Ну, в десятилетии десятых годов. А что будет потом? Время покажет. Время покажет. Но я им желаю удачи. Наверняка вы слышали о светской львице из Казахстана Гоге Ашкеназии. Да. Она тоже купила. Она тоже купила, да. Именно старинную марку, которая называется Мадлен Вьоне. И я знаю, что ее жизнь была связана с каким-то адюльтерами на правительственном уровне. Мне донесли, кто был спонсором ее шалости. А потому что купить Мадлен Вьоне – это шалость. Ведь Мадлен Вьоне – это бренд величайшего уровня с очень сложным кроем, с очень великой историей, с очень интересной ситуацией. Сможет ли она это возобновить? Я думаю, что это будет типа Ульяны Сергеенко. Но судя по тому, что сейчас столько внимания к этому модному дому, в связи с тем, что именно Гога Ашкеназия там, я думаю, что успех уже есть сейчас. Это браво, что они это сделали. Но, видите, это не первый пример такого возобновления старинных, несколько забытых, но великих брендов. То есть, получается, все зависит от людей, да? Все зависит от людей. Да, если этот человек сам по себе вызывает у общества интерес, то и может вызвать. А вообще, покупка модного дома, да, такого старинного – это дорогая покупка? Вот, насколько я знаю ситуацию с РФ, они потратили кучу денег от незнания. Их несколько обманывали все время. Сначала они запатентовали это имя в Москве, а до этого уже кто-то его закупил. Потом пришлось его выкупать в Милане. Почему-то в Милане мне непонятно, хотя Италия не имеет отношения к Феликсу Юсупову. Потом то же самое было в Париже. То есть, кто-то, зная об их целях, заведомо в канун их прихода выкупал это имя. А им приходилось его покупать в два раза, в три раза, в десять раз дороже. Но, тем не менее, это дело продолжается. Продолжается. И, как я понимаю, да, это и Ольге приносит хороший доход и какое-то удовольствие. Я понимаю, Гоге это и будет приносить, Ульяне это будет приносить. То есть, я думаю, что это скорее капризницы мира моды, которые хотели, всю жизнь хотели связать себя с этим миром, но не хотели идти от низов, как это сделала Шанель. Хотели начинать с булавок, с обмеров, с самых простых приёмов шитья. Вы понимаете, они хотели сразу влететь в ту голубятню, которая находится в Поднебесье. Я хорошо объяснил. Да, но Кока Шанель тоже, скажем так, использовала деньги своих мужчин. Да, но она начала с низов. Ведь она была сначала шляпницей, потом она делала трикотажные... Но ей всегда помогали мужчины. Ей всегда помогали мужчины. Я не против этой помощи. Мужская помощь необходимая. Многие женщины получали помощь или от мужчин, или от женщин. Это очень типично. Но, тем не менее, она начинала с малого, чтобы прийти к великому. А наши дамы хотят сразу начать с очень большого, с большого показа. Потому что ей деньги. Но эти деньги возвратные или нет, как вы думаете? Нет, конечно, нет. То есть, это всё ради собственного пиара? Я думаю, что ради каприза. Именно каприза. Вот это самое верное слово. Потому что я не уверен, что люди запомнят эти фамилии. Эти фамилии трудно произносимы для иностранцев. И слово Ульяна Сергеенко красиво звучит. Но я не уверен, что французы смогут сказать Ульяна Сергеенко. Это туман. Но я видела, на её показе была Дита Фунтиф. И она была в её платье. То есть, это тоже пиар-ход? Ну, во-первых, я думаю, что ей подарили. Потому что все хотят подарки. Вы согласны со мной? Согласна, да. Ну, вы знаете, ведь такая же ситуация была в своё время с Юдашкиным. В 90-е годы. Он сделал 20 показов в Париже. И там всегда были знаменитости. Как вы думаете, политика влияет на моду? Очень сильно, конечно, всегда. Потому что все подражают. Обычно первые леди. Подумайте о том, какой звездой была, например, Жаклин Кеннеди. И как её стиль повлиял на женщин в своём времени. Какой звездой была, например, Маргарет Тэтчер. Как она повлияла на моду 80-х. Какой звездой была Раиса Горбачёва. Как она повлияла своими прическами и стилем на советских женщин. Какой звездой была принцесса Диана. Как она повлияла в 90-е годы на стилистику своего времени. Вы согласны с собой? Согласна. А на сегодняшний день есть такие культовые? Кейт Миддлтон, как она повлияла. Правда, с своим словом? То есть на сегодняшний день Кейт Миддлтон? Я бы сказал. Ну и, конечно, я думаю, что это госпожа Обама, которая очень сильно влияет на американский рынок своим внешним видом. Я думаю, что Карла Бруни буквально несколько лет была иконой стиля во Франции. Просто это всё временно. Вот понимаете, в своё время знаменитая политическая фигура Украины Юлия Тимошенко была иконой стиля. Все подражали, волосы остались, а она за решёткой. А ведь эта коса до сих пор в обихоте, в показах моды. То есть политики, политические фигуры, особенно женщины, но и мужчины, могут повлиять на моды. И наверняка влияют. А на постсоветском пространстве сейчас вот вы видите культовых женщин? Конечно. Ну, Рената Литвинова. Это икона стиля номер один, потому что действительно она трудноподражаема, но очень влиятельная. Ну, у неё такой вот своеобразный стиль. То есть он может кому-то нравиться, а кому-то нет. А вы знаете, все иконы стиля кому-то нравятся, а кому-то нет. Ну, есть, которые нравятся абсолютно всем. Ну, стиль Коко Шанель, он, мне кажется, подходит каждой девушке. Знаете, почему? Почему? Девушка вообще не подходит. Он подходит только к взрослым женщинам. Да? Коко Шанель для взрослых женщин, а не для девушек. То есть мне не подойдёт? Я не думаю. Я не думаю, что это ваш стиль.